8 июля в России отмечается общенациональный праздник – День семьи, любви и верности. Он совпадает с Днем памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Их союз считается идеалом супружеской жизни, христианской любви и преданности. Наша программа сегодня посвящена этим муромским святым, вся жизнь которых напоминает добрую сказку. Я Анна Макарова, это Азы Православия. Кто из нас не хочет любить и быть любимым, создать крепкую и благополучную семью, иметь здоровых и послушных детей. Значение семьи в жизни каждого человека безгранично велико. Это не просто ячейка общества, как принято говорить. Семья – это место, откуда все начинается. Здесь воспитывают, передают традиции и ценности, обучают моральным и нравственным принципам. Повезло детям, которые растут в благоприятной эмоциональной обстановке, когда в семье стараются сохранить тепло, уют и любовь. Такие дети с самого раннего возраста перенимают правильную модель поведения и в будущем будут применять ее уже в своей семье. Идеалом супружеской жизни православные считают союз святых Петра и Февронии, живших в конце XII – начале XIII веков. Их издавна называют покровителями семьи и мрака. В День памяти святых в России отмечают и общенациональный праздник – День семьи, любви и верности. Появился этот праздник в 2008 году по инициативе Светланы Медведевой, жены третьего президента России Дмитрия Медведева. День семьи, любви и верности стал русским аналогом Дня Святого Валентина – праздника всех влюбленных. Католики отмечают его 14 февраля. И хотя наш молодой праздник уступает иностранному по популярности и раскрученности, с каждым годом появляется все больше его почитателей. 8 июля празднуется в России великий праздник семьи, любви и верности. Этот праздник посвящен любви небесной в то же время, потому что в центре – это празднование двух любящих сердец, которые сохранили друг другу верность – супруги Петр и Феврония. Отмечать день семейных ценностей предложили в городе Муроме, на родине святых. Символом этого праздника является вот такая простая наша русская ромашка. Мы сейчас с вами стоим на ромашковом поле. Как много в эти дни ромашек! Они цветут по всей России. И с этим символом люди приходят на праздник в Муром, ставят их к мощам святых Петра и Февронии в Муроме и вспоминают историю любви, эту сказочную историю. Поля России – это поля боев. Надо сказать, что это прекрасная история Петра и Февронии. Она связана с военной историей России также. Дело в том, что в начале XIII века, когда ушли ко Господу Петр и Феврония, в этот момент катары напали на Русь. Было страшное монгольское нашествие. И, конечно, Петр и Феврония помогали древним русским людям. И когда мы видим крест на полях боев, мы вспоминаем и Древнюю Русь также. Сейчас мы стоим на этом ромашковом поле у Соловецкого креста. В древних традициях сделано высокий, огромный. Он осеняет все это ромашковое поле, поле битвы, где проходили и древние битвы с монгольскими ордами, где проходили битвы с наполеоновскими войсками и последняя война с фашистами. Здесь полегло огромное количество народу. И недаром так бойцов согревала память о жене, о ребенке, которые остались дома. Этот праздник семьи и верности напоминает все наши военные песни. И «Синий платочек», и «Темная ночь», и все другие. А ромашка как символ любви и верности такой девической. И символ чистоты, такой несгибаемости в любви своей, который был свойством февронии, тоже нам дорог очень. Любимый девичий цветок в Древней Руси – это ромашка. Девушки не только плели из них венки, но и любили игру гадания «любит-не любит». Девушки специально выбирали такой цветок, чтобы последний лепесток обязательно выпадал на слово «любит». О жизни муромских святых мы знаем благодаря памятнику древнерусской литературы «Повести о Петре и Февронии». Ее автором стал священник Ермолай в монашестве Еразм, живший в середине XVI века. Ермолаю поручили увековечить память муромских чудотворцев на Московском церковном соборе 1547 года, после того, как Петра и Февронию причислили к лику святых. Автор опирается на устные народные предания и сказки, о которых о супругах ходило много. В городе Муроме правил князь Павел, и был у него брат – князь Петр. К жене Павла стал являться дьявол в облике змея, чтобы соблазнить ее на блуд. Княгиня выпытала у змея, что погибнет он от Петрова плеча, от Агрикова меча. Павел рассказал об этом своему брату Петру, и тот решил убить змея. Раздобыл в Муроме волшебный Агриков меч и вызвал чудище на бой. Долго бился князь со змеем, который в битве принял человеческий облик. Коварным ударом змей нанес князю ранение. Но это не остановило Петра. Собрав все последние силы, он обрушился на дьявола и победил его. Но перед смертью змей забрызгал Петра своей кровью. Все тело князя покрылось болезненными язвами и струпьями. Вылечить его не мог никто. Тогда, в поисках лекаря, он поехал в Рязанскую землю, где и встретил Февронию. Феврония была очень мудрой девушкой. Она обладала даром исцеления и прозорливости. Помочь князю согласилась, но при одном условии – если он на ней женится. Девушка дала князю целебное снадобие и велела вымыться в бане. Все раны Петра затянулись и пропали. Хоть и пообещал князь жениться на Февронии, душу его терзали сомнения. Девушка-то простолюдинка, не одобрит союза с ней бояре. И решил он тогда взять свое обещание назад. Обманул Февронию и уехал в Муром. Но вскоре болезнь возвратилась, совсем плохо стала князю. Он устыдился своего поступка и снова поехал к Февронии. Вновь исцелила девушка Петра от дьявольской проказы. Взял он ее в жены. Петр и Феврония поженились. Князь перешел вот эти сословные границы. Это было соединение поверх барьеров. Любовь двигала им. Он понимал, что дальше его ждут испытания. И правда, когда он должен был принять княжение Муромом, то Боярский совет решил отстранить его от власти, если он не выгонит Февронию. Потому что она из простых. Он должен иметь супругу своего класса. Но Петр все-таки выбрал любовь, остался с Февронией и решил, что будут жить в бедности. Смиренно приняли они свое изгнание, сели в лодку и по оке отплыли из Мурома. Феврония утешала своего мужа и говорила, что и в бедности они проживут. Они удалились из Мурома, но было ясно, что без Петра Муром не тот город. Совсем скоро бояре начали борьбу за княжеский престол. В городе начались голод, болезни и смута. Тяжело Петр переживал это, одолело его уныние. Решила тогда Феврония укрепить мужа в его вере, явить ему зримо милосердие Бога. Показала она на голые колья, что торчали на берегу, и сказала, что наутро станут они большими деревьями, это и будет знак Божий. Лег спать Петр, и приснилось ему, что многие из его окружения промирают шапку княжескую, да только никому она не приходится в пору. Наутро вышел князь на берег и увидел чудо. На месте сухих кольев стоят молодые деревья с зеленой листвой. Возродилась в душе Петра надежда, ушло отчаяние, и увидел он бояр, которые, раскаившись, шли к нему с просьбой принять Муромский престол. Тут должен быть сильный воевода, сильный князь, который бы мог устроить жизнь в Муроме, и поэтому вынуждены были призвать опять Петра. И он вернулся с Февронии. Она стала каньгиней во главе Мурома. Стали они править справедливо и с любовью. Феврония работала на пасеке, водила пчел, как говорят в Древней Руси. Заботясь о пчелиных семьях, также с тщанием и заботой относилась к людям и к семьям человеческим. И жители были очень довольны своей княгиней. Достигнув преклонных лет, вырастив детей и оставив им престол, Петр и Феврония приняли монашество с духовными именами Давида и Фросиния. Уже под старость лет, это такая традиция у русских князей и бояр принимать монашество. А также они, пройдя тяжелейший путь жизненный, решили отблагодарить Господа и принять постриг. И они ушли в монастырь. Петр удалился в Спасо-Преображенский монастырь, а Феврония в Крестово-Сдвиженский. Петр и Феврония, когда приняли монашеский постриг, они молились о том, чтобы Господь даровал им смерть в один день. Они уходили не в смерть, а в жизнь. Они понимали, что уходят они на небо, к Господу, в Царство Небесное. И им хотелось, так как и в жизни они шли рядом, так и в ангельском чине лечь, как два ангела в один гроб. Только через перегородочку, чтобы этот гроб был. Через перегородочку их бы положили вместе. Они молили Бога и просили. Бог исполнил то, о чем они просили Его в своих молитвах. Благоверные князья скончались в один день и в один час. Но люди посчитали недостойным хоронить монаха и монахиню в одном гробу, поэтому положили их отдельно. Каково же было всеобщее удивление, когда на следующий день тела Петра и Февронии чудом оказались вместе. Тогда и стало понятно, что на это есть особое Божье благословение, и никто больше не посмел разлучать их. Надо сказать, что жизнь их похожа на сказку. И часто русские сказки так и заканчиваются. Они взяли эту историю, и как раз об этом и говорят русские сказки в конце. Жили долго и счастливо. И умерли в один день. Вот такую повесть о Петре и Февронии поведал нам подвижник Ермолай Еразм. Это очень интересная тема Древней Руси. Любовь князя и простой девушки. Она спасла его от смерти. Она вдохнула в него духовную жизнь. Она дала для него понятие о небе. И вот об этом как раз и пели калики перехожие, об этом рассказывали сказки. Это был пример для древнерусской семьи. Как может князь полюбить простую девушку? И что их связывает? Связывает их духовная жизнь, небесная жизнь, то есть сказка. На основании описанных в повести Ермолая Еразма событий, позднее появилось и житие святых. Мать-церковь, она вычленила те факты, которые были именно не сказочные, а то, что именно избыто их было взято. И то, что сильно говорила о целомудрии Февронии. Так она однажды увидела одного боярина, который с вожделением смотрел на ее стать, на ее красоту, когда они плыли по реке. И она попросила его выпить воды сначала с левого борта, а потом с правого борта. Он выпил воду там и здесь. И она спросила, какого вкуса вода? Он ответил, что одинаково. Но так и женская природа ответила Феврония. Одинаково. Боярин устыдился, понял ее целомудренный ответ, оценил его. И так вот это вошло в предание и вошло в житие. Сегодня чудотворные мощи Петра и Февронии находятся в свято-троицком женском монастыре. К ним приезжают тысячи паломников. В Муром все приезжают для того, чтобы поклониться их святым мощам, попросить покровительства в семейной жизни, преодолеть какие-то неурядицы. Найти суженого своего, свою половинку. Счастье для детей просят родители. О рождении ребенка молятся им. И наставление на будущую духовную жизнь. Ведь они так целомудренно перешли дальше в святую духовную жизнь и приняли постриг. То есть они ушли в ангельском чине на небо вдвоем. Мы находимся сейчас в Дунино в музее Пришвина. История любви хозяев этого дома Валерия Дмитриевна и Михаила Михайловича развивалась на закате лет Пришвина. В конце своей жизни он встретил свою любовь. Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович изображены вот на этой большой фотографии. Выставка в музее сейчас посвящена древнерусским и христианским темам. И среди них тема Петра и Февронии. Их венчание на облаке. Они летят по небу на облаке. И каждый из них держит свечку. Они увенчаны венцами. И их соединяет, конечно, Господь. Хочется провести параллель с любовью Пришвина и Валерии Дмитриевны, которые чистой, сильной любовью любили друг друга. И их любовь принадлежит не только им, но всему человечеству, всем любящим сердцам. Они написали дневник любви. Мы с тобой. Это книга о любви. Она понятна и 14-летнему человеку, и 11-летнему, и 80-летнему. Любовь понятна в любом возрасте. Как и Петр и Феврония, Валерия Дмитриевна Пришвина и Михаил Михайлович Пришвин довольствовались малым. После войны не было цветов, которые можно посадить здесь, в Дунино. Валерия Дмитриевна нашла старый пень. Это оказался Жесмин. Она расколола его на маленькие колышки, посадила, почки проросли, Жесмин расцвел. Пришвин написал, у нас с женой все построено на любви, даже старый пень под ее руками зацвел. Великий русский святитель Филарет Дроздов говорил, семья и монашество – это не для всех, но для всех целомудрие. Целомудрие было свойственно Петру и Февронии. У них не было измен. Они принесли друг другу верность до конца, семейную и духовную. И важно, что они были благодарны. Были очень благодарны Господу, который вел их по жизни, который открыл им смысл жизни, сказку этой жизни, что смысл жизни в семье, в любви и в верности. Этих вот три великих основы духовной жизни человека воспевалось и в былинах, и в сказках. И сейчас дошло до нас в сказаниях. И, конечно, какая-то удивительная чистота, красота и сказка, которая разлита в мире в этот день. Голубое небо, солнце, лето, цветут ромашки. День Петра и Февронии. Великий день. И семья, и духовная, небесная жизнь. То есть как бы земное и небесное соединяются в этот день. То, что соединить-то невозможно. Эти двое все-таки в своей жизни соединили. Пройдя все испытания, которые им встретились, они все равно соединили это. Поэтому поются песни, и сказываются сказки, и праздник великий в честь них, город Буром, и два монастыря, женский и мужской, стоят рядом. Это память о Петре и Февронии. Петр и Феврония. Их праведная жизнь служит примером для всех влюбленных. Они жили в горе и радости, богатстве и бедности. Они всегда были преданы друг другу, и ничто не смогло разлучить их, даже смерть. Это были Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова